добрый день дорогие друзья сегодня глядя на то как мы работаем с измененными состояниями сознания как мы работаем с информацией с тонкоматериальным планом с информационным полем хрониками каши и так далее нам стало приходить большое количество писем с вопросами вопросы эти звучат по-разному но суть одна во первых чего начать я тоже так хочу и есть глобальный вопрос например человек занимается психотерапией или оказывает услуги где-то в области экстрасенсорики и у него нет цельной картины как это все работает то есть он чувствует себя ограниченным ограниченным потому что он не до конца понимает систему система выстроенная например о том что он там взаимодействует с какими-то тонкоматериальными проводниками там знаками еще какими-то сущностями она вдруг начала рушится вот человек смотрите эксперименты которые мы проводим он понимает что это все достаточно серьезно то есть мы все это задействуем с телом связи логическими реакциями мы объясняем каким образом строится модели в психике и здравомыслящий человек начинает понимать что он работает в какой-то одной узкой модели и это совсем не та правда которую он до сих пор считал правдой да то есть если расшириться и посмотреть со стороны на то что человек делал будучи погруженным в какую-то концепцию становится очевидным что он ну веря в это у него конечно результаты были но на выходе сегодня уже гнать пургу людям ну не все хотят да совесть работает и самооценка у человека совсем другая каждый хочет быть специалистом в своей области и это ценно на самом деле вот это здравомыслие я это именно так называю это на самом деле ценным поэтому с чего начать и как раскачаться до вот этих состояний чтобы можно было свободно самостоятельно работать с энергоинформационным полем давайте начнем с самого простого я выстрою расскажу то как я это вижу да если вам такой подход нравится значит следите за информацией возможно мы вместе будем двигаться дальше в этом направлении если вам это не нравится то ни в коем разе вот наши предложения не являются там догмы в последней инстанции ни в коем ни в коем случае смотрите так как речь идет о развитии сверхчувственного восприятия до в любом случае работа с измененными со состояниями сознания предполагает расширение каналов восприятия визуального аудиального кинестетического такте тактильного вкус запах да все наши каналы развиваются кроме того перенос точки внимания концентрацию внимания на себя на на чувства на эмоции на ощущения в теле да а это все это все и есть основа сверхчувственного восприятия человека то есть первые тренировки когда человек вообще решил вот я буду заниматься психотехниками да или я буду работать с измененным состоянием сознания мне это интересно да я бы рекомендовала сделать делать с наработки сверхчувственного восприятия то есть расширение любого из каналов и здесь подойдет большое количество методик с точки зрения практики упражнений много на самом деле разнообразных рекламировать не буду мне очень нравится упражнение психотехник сша из книги института психотехник сша все что касается разных тонких ощущений концентрации работа на тренировка концентрации раз концентрации внимание да вот эти вот вещи они много разных вариантов но дело в том что одно дело работа с физическими упражнениями да и со своим телом другое дело понятийная база то есть вообще чтобы вы понимали что как и зачем вы делаете я считаю это даже важнее чем наработка расширение вот этих каналов до восприятия почему мы привыкли жить с какими-то убеждениями в нашем окружающем мире нас детства воспитывали что этот мир находится вне нас не наших знаний о нем нас детства приучали что есть наука некая которая дает объективную информацию все остальное это ерунда а все вот это вся вот эта ерунда которая была в обществе именно с таким названием вдруг стала тайной манящей и начали показывать какие-то битвы экстрасенсов и вдруг появились люди которые за шаблоном да и вот вот эта вот билиберда в башке у человека да она не позволяет даже предполагать что абсолютно каждый человек может обладать сверхчувственным экстрасенсорным восприятием это билиберда получается делит мир на некие касты высших и низших да на здоровых на голову и больных на голову и так далее то есть зависимости от того какое у вас представление об экстрасенсах какое убеждение да исходя из этого будет работать ваш ключевой механизм механизм веры в вашем сознании да и получается что если у вас нету нормальной выстроенной базы знаний как работает вот наша психика в субъективном восприятии то просто ловить обрывочно там я например займусь рейки я там да я буду чувствовать хорошо руками энергию у меня расширится канал кинестетические восприятия да я наработаю это все я буду там видеть какие-то образы мне визуальный канал расширится да но при этом если вы верите в то что за вас работают проводники я поставив кому-то на голову знак вы сотворите чудо господне но на этом и ограничиваются ваши знания в этой области и получается что в какой-то момент вот этих знаний человеку достаточно он даже себя мастером может называть и в какой-то момент он упирается что что попадается клиент с которым нет результата и это все перестает работать а почему перестает работать потому что подорвана вера у вас и у клиента да и все и после этого начинается сомнение в том что техника например развод обман и так далее тогда когда у человека сомнился и начал видеть в технике развод и обман весь мир ему тут же от сигналит да да это так понимать весь этот же мир отражающий это же отражает наше внутреннее содержание если в нашем внутреннем содержании есть сомнения то и тут же мы получим сигнальную систему из внешнего мира поэтому если вы уже хотите работать в субъективном восприятии значит вы строите у себя внутри базу знаний такую что вы понимаете вот как работает механизм веры вы понимаете как в данном случае будет работать внушение когда нам случае что в данном случае будет обеспечивать результату человека да это такой достаточно плотный объем знаний который который достаточно простой но почему-то вот этот вот эта часть на рынке практически отсутствует в нормальном исполнении да то есть мне пришлось даже длительное время самой книгу написать и проводить определенное занятие вот выстраивая вот эту вот начальную ступеньку потому что дальше уже заполнение предложения на рынке психотехник были то есть но они были получается вырваны из контекста как будто взяли поставил поставили дом да а фундамент не сделали не залили да просто его грохнули на землю ну как весна пройдет так и хорошо осядет так осядет вот второй шаг вот первое абсолютно логично это развитие сверхчувственного экстрасенсорного восприятия с выстраиванием базой знаний да как работает наша психика в субъективном восприятии это первое второй шаг который обязательно надо сделать для того чтобы двигаться дальше сенсейт психологии или экстрасенсорики это освоить техники гипнотизации я бы сказала и кодирование да но лучше я скажу и внушение потому что в том варианте кодирования которое мы опять таки в социуме привыкли слышать да зачастую это совсем неграмотное внушение но это все внушение да то есть я бы выстроила хорошую основу по техникам гипнотизации не в директивном ключе а в общем понимании чтобы человек мог работать это и грамотное ведение речевки рапорта да это и сами техники основные как с клиентом работать это и самое главное физиологические реакции то есть таблица каткова должна быть от зубов не просто там одним словом обозначена каждый из вариантов состоянии да она должна быть вот здесь человек будет сглатывать здесь он не будет реагировать на нашатырный спирт здесь у него будет каталепсия здесь 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 и вы видите как человек прыгает по состояниям дело в том что на самом деле измененное состояние сознания как показывают наши эксперименты не ограничиваются таблицей каткова и и уже можно расширять и наверно нужно расширять но вот эту базу это научная уже база да это медицинская база и и и надо знать иначе будь в экстрасенс или будь вы психолог сенсейт психолог психотерапевт когда вы вдруг заявляете о том что вы вот работаете в рпт но вы никоим образом не работаете с гипнозом или вы там работаете с это хилингом и вы никакое отношение не имеете гипнозу или или я слышала много разных вариантов сейчас техник ай-яй-яй что такое гештальт и и все остальное ребят от гипноза вы никуда не сбежитесь транс до определенной стадии погружения физиологические реакции а дальше какой глюк по визуальному картину каналу вы вызовите если вы вызовете из будущего это будет прогрессивный гипноз если из прошлого это будет регрессивный гипноз но в любом случае вы достаете информацию из психики человека да и в моменте здесь и сейчас гипноза нету но вы все равно как только у человека появились трансовое измененное состояние сознания как только человек поплыли там образы либо же поплыли определенные физиологические реакции все вы уже работаете с гипнозом и это надо понимать чтобы убрать невежество то есть следующий за шаг за развитием сверхчувственного восприятия просто надо освоить техники гипнотизации физиологические реакции и грамотные внушения здесь же можно добавить ментальный гипноз здесь же можно и техники нлп какие-то добавить и так далее здесь здесь уже можно плавать шире да единственное что я сейчас не вижу пока на рынке но я сделала заказ на такую программу это чтобы дали качественно базу да не в директивном ключе в директивном ключе я знаю хороший базовый курс чтобы у человека вообще выстроили понимание трансовых гипнотических техник да если это будет то в ближайшее время в минске появится еще одна качественная программа именно как основная дальше если человек двигается дальше то следующий шаг который имеет смысл сделать это разобраться с социумом да что я в этом при этом понимаю то есть вы уже иметь какие-то понятийные вещи вы понимаете как вообще работает механика работают определенные механизмы в психике человека вы понимаете что такое транс вы умеете работать с измененными состояниями сознания вы уже после вот этих вот техник гипнотизации вы уже раскачаны сами имеете свой трансперсональный опыт и умеете входить в диакорное состояние определенные да и после этого вот с этим багажом имеет смысл отработать свое положение в социуме социальные свои связи социальные роли и перевести их в осознанный режим это тоже кусок тренировки да это тоже кусок такой наработки привычки о чем я говорю эта часть многогранна одна из частей например мы привыкли переносить ответственность и винить окружающих в том что с нами произошло в беларуси сейчас модно там случилось дтп значит кто-то должен был обязательно оплатить это дтп да случился пожар значит застрахован дом не застрахован надо обязательно найти виновного кто компенсирует да всегда мы ответственность себя переносим куда-то да и это сейчас стало нормой подождите господа если я создающий эту реальность да то мне все вот это надо вернуть в себя да то есть и ответственность назад и понимание что если а снаружи что-то происходит то значит это мое бессознательное запросила вот эту реакцию да вот эту окружающую действительность для того чтобы это со мной происходило и таким образом наработка привычки задавать себе вопрос а что же сейчас во мне сработало что вот это проявилось что вот этот человек так со мной себя повел что вот здесь такая-то ситуация сложилась что не свекровь плохая а во мне работает какая-то программа и сейчас это милая женщина меня чему-то обучает или не этот вот не тесть там дурак что во мне сейчас работает что вот тесть решил меня вот сейчас вот так обучить чему он меня учить зачем мне эта ситуация вот привычка задавать вот эти вопросы и находить в себе деструктивные программы резонансные ведь это же я реагирую на тесте и на свекровь то значит во мне есть деструктивная программа вот такой вот подход вот эта вот привычка она должна быть наработана сознательно на сегодняшний день лишь в одной из психотехник я встречала что это достаточно неплохо переводится в осознаваемый режим и в наработку за счет очень большого количества курсов но это получается действительно дорого но это может сделать и сам человек натренировать эту привычку осознанно более того он должен понимать в какие моменты в социуме он должен играть какую социальную роль даже для того чтобы сохранять адекватности для того чтобы иметь в дальнейшем результаты то есть опять таки надо выстроить отношения в социуме и в отношении с близкими с мужем с детьми с родителями семьей да с в бизнесе в творчестве и так далее мы мы не можем сейчас сорваться и уйти в аскезу да значит мы сейчас выстраиваем это все в социуме и вот эта вот третья часть ее надо отработать отработать за счет нарабатывания определенных привычек за счет проработки своих программ и убеждений за счет работы с эго с системой ценностей и со своими личностными характеристиками да то есть вот эту вот нишу техник в этой нише может быть много другой момент что их просто целенаправленно подобрать именно под социальность и уже после того как вот эта вот база наработана она будет прошита еще параллельно какими-то работой с киностатическим каналом с какими-то энергетическими вещами так или иначе на любом из уровней это будет встречаться энергетика после этого у человека появится выбор выбор пойти в медицинский аспект научный аспект то есть психотерапию официальную психологию для того чтобы работать с какими-то в другой лексике с лицензиями а с болезнями да то есть нужно как специалист работать на принятый в социуме вот так так как работник который в которую лицензировал минздрав либо же уйти в экстрасенсорный ключ в экстрасенсорный ключ это значит будут техники целительства будут какие-то энерготерапия будут какие-то оздоровительные техники и так далее неважно вот они все вот эти вот пласт вот этот вот это все я назову сенсей терапии да оно все находится в одном ключе разница в лексике да в лексике и о том как вы будете работать например человек который работает ну вот сейчас вырву из психологии например мануальная терапия человеку надо закончить институт получить лицензию там подтверждать свои профессиональные навыки и так далее это официальный мануальный терапевт неофициальный правки латки ему ничего не надо то он говорит я буду заниматься правками латками иди занимайся скажите разница в чем они не с одним и тем же работают вот и точно также будет в психотерапии один говорит я вот врач психотерапевт и у меня там надо лицензию подтверждать мне там надо переквалификацию проходить и так далее а второй говорит а я имею сертификат тета хиля тета хилинга и веду там коучинг и точно также лезет в психику делает какие-то раскопки и так далее важно профессиональность человека да и важно когда человек выбирает в какую стезю он пойдет соответственно он будет работать в этой лексике соответственно он будет работать с такими клиентами с либо с теми либо с теми и соответственно и та и другая сторона должна быть профессиональной чтобы понимать когда человека действительно направить медицинское учреждение потому что господа мы так или иначе сталкиваемся с людьми у которых есть шизофрения у которых есть психические расстройства и иногда человек который кажется внешне здоровым несет такой бред который легко индуцирует окружающих это такая сфера деятельности это психика человека и к этому ко всему надо быть готовым вопрос куда вы уйдете что вам надо на что вы готовы и так далее и вот в этом ключе тут станет следующий вопрос обычный он у многих встает это вопрос сертификации то есть мне приходилось слышать что у меня нет например психологического образования если я иду экстрасенсорный ключ и поэтому мне надо иметь сертификат и люди складируют эти сертификаты типа они нужны для налоговой инспекции так вот господа я говорю за белоруссию я думаю за белоруссию я думаю что точно также это же будет и в россии ни один сертификат ни один сертификат сегодня не действительно на территории нашей страны ни один вы можете сюда привести это хилинг вы можете сюда привести рпт вы можете сюда привести кинезиологию еще что то еще что то еще что то остеопатию эти все сертификаты у нас непригодны. Это для вашего внутреннего спокойствия и для вашей самооценки. Ни один никогда сертификат не спрашивает налоговой инспекции. Ей вы должны просто своевременно платить налоги в зависимости от того, какую сферу деятельности вы выбрали. Это будет консультирование или это будет дополнительное образование для взрослого населения. Или, или, или. То есть вариантов много. Все, что касается сертификатов, все, что касается образования, в нашей стране надо, чтобы вы имели высшее образование. В нашей стране надо, чтобы если вы профессиональный психолог, у вас был диплом. А если диплома нет, то у вас есть высшее образование, и тогда вы оказываете услуги человеку как образовательные, да, как образовательные, как дополнительные. И все, что касается сертификатов, если вы идете учиться за сертификатом, вы потратили деньги зря. Идут за знаниями, за навыками, за практикой, за тем, что вы будете применять в жизни. Но ни в коем разе не за бумажкой. Эту бумажку можно сразу приклеить в туалете. Вот как-то так, господа мои. Это же касается и гипнотехник, это же касается абсолютно любого направления со словом «сенсейт», или со словом «гипно», или со словом «экстрасенсорика», «целительство», «астрология» и так далее. И, господа, у нас есть официальные дипломы. Только они признаются в нашей стране. Все остальное это вы придумали себе сами. Для того, чтобы себя убедить в том, что вам надо пойти на курс. Лучше идите за знаниями, убеждайте себя в том, что вам нужны знания. Чтобы вы стали лучшим специалистом. По поводу, где учиться. Вот эта середина, когда я говорю, уже произошло разделение на целительство и на психологов-психотерапевтов, эта середина сегодня достаточно плотно заполнена на рынке разными семинарами и тренингами. Причем продаются отдельные техники. Например, вот здесь продается духовный интеграционник. Здесь продается тета-хилинг. Здесь продается РПТ. Здесь продается кинезиология. Здесь продается остеопатия. Здесь биодинамика. Здесь кинерджетика. Здесь, 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 здесь. Здесь, как правило, в любом курсе первые две ступени дают техническую базу. Все остальное – это то, что вы должны отработать и наработать для того, чтобы у вас появился опыт работы. Это можно сделать самому. Но каждый раз вам будут говорить организаторы, что да-да-да, вы очень много получите, вы очень много будете знать. И каждый раз будет идти цена на повышение. Это надо понимать и искать те варианты, где вы можете взять именно техники. Смотрите, у человека все равно надо набрать критическую массу техник. Все равно, любых. Причем из того, что я вижу, техник надо набрать в разных областях, для того, чтобы быть специалистом. То есть у вас должны быть техники из области энергетики. Вы должны освоить коучинг какой-то. Вы должны уметь раскручивать эмоции, например, что самого страшного или что самого хорошего. Вы должны уметь разделять программы, признавать разницу. И так далее. То есть есть ряд психотерапевтических приемов, которые применяются и в экстрасенсорике, и в психотерапии, которые необходимо знать. Так или иначе, необходимо уметь идти в регресс для того, чтобы доставать какую-то травмирующую ситуацию с подсознания человека. Проговаривать там и так далее. То есть с человеком надо уметь работать. И неважно, на какой лексике вы будете работать, на каком поле вы будете работать, в экстрасенсорном или в целительском. Набор инструментов. Понимаете, если у вас есть, например, перфоратор, вы не можете перфоратором распилить доску. Это будет очень долго. И уж тем более перфоратором вы не сможете сделать хирургическую операцию. Понимаете, это будет нереально сложно. Поэтому набор инструментов у психотерапевта должен быть большой. Как правило, это несколько десятков разнообразных инструментов. И когда уже набрана критическая масса инструментария, дальше возникает вот такой эффект, после которого я считаю, что специалист стал специалистом. Вот уже с ним можно работать. То есть до этого все идет в режиме «я тренируюсь». Это когда вы начинаете работать с человеком, а под человека вам приходит психотехника и набор инструментов индивидуальный. И вы человека не гоняете 50 раз к себе, потому что вы гоняете схему от какого-то гуру, и эта схема для этого человека непригодна. И он к вам год ходит на терапию, ходит, ходит, денег кучу заплатил, а при этом у него результата нет. А когда вы видите человека, он пришел с запросом, и вы в течение 15-20 минут, получаса раскрутили эту проблему, и вы поняли корни, и дальше вы уже дорабатываете. Вы дорабатываете или приходите к следующим, к следующим, к следующим. Когда вы можете брать физические реакции, вы можете брать мышечные тесты делать и так далее. То есть инструментариев у вас должно быть столько, чтобы вы могли из человека получить достоверную информацию о том, что нужно его подсознанию. И под него у вас уже начинает как озарение, управляемое озарение, приходить нужная техника для того, чтобы отработать данного человека. Вот тогда вы становитесь специалистом, и тогда вы обнаруживаете, что абсолютно все психотехники индивидуальны. На сегодняшний день из тех опытов, что мы здесь проводили, и той базы психотехник, которая освоена за жизнь, вы понимаете, я пришла уже к тому, что я могла написать 10 систем уже, которые можно было бы запатентовать и сказать, что вот только так и никак иначе. Если ты поменяешь слова местами, то это будет ерунда, да? Но на самом деле приходит другой человек, и слова меняются местами, и вообще речевки становятся другими. И с благодарностью вспоминаешь какие-то базовые техники, потому что если тогда надо было, чтобы ощущение разливалось по всему телу и проникало в его мозг, то теперь просто говоришь человеку то, что чувствуешь, и то, что заходит с лексикой, его лексикой, ему, да, то, что он слышит. Вот когда вы достигаете уже этого момента, значит, все, уже пошла нормальная работа. И тогда вы уже сами можете писать книги, тогда вы уже сами можете оказывать качественные услуги, и тогда уже действительно появляется специалист, хороший специалист, к которому идут клиенты, потому что он пользуется авторитетом. Вот, по сути дела, я выстроила всю схему, да, но вернемся к началу. Помните, все начинается с того, что вы развиваете свою чувствительность, выстраиваете базу субъективного восприятия, понимание механизмов работы психики в субъективном восприятии, осваиваете гипнотехники, выстраиваете все, что касается социализации, да, наработки привычек, шаблонных программ, убеждений, выстраиваете отношения с людьми и в жизни. Вот, гипнотехники, не чисто гипнотехники, там еще физиологические реакции, все, весь этот вот полный блок. И за это время получаете какие-то базовые знания в области энергетики. И добро пожаловать на рынок психотерапии и экстрасенсорики. И если уже брать экстрасенсорику, да, то надо понимать, что экстрасенсорика в своем большинстве – это разновидность психотерапии. Второй вариант экстрасенсорики – это работа с информацией и, наверное, высший пилотаж, когда у вас уже есть хорошие наработки, это моделирование собственной реальности. Задача абсолютно всех тренингов и курсов адекватных, на мой взгляд, сместить восприятие человека вовнутрь, для того, чтобы человек понял, он – центр Вселенной. Он продуцирует эту реальность. Он отвечает за все то, что происходит с ним в этой жизни. Это он, и даже он, продуцирует и Бога, и все то, что ему надо для того, чтобы быть счастливым в этой жизни. И тогда возникает следующий вопрос. А где же тогда коллективное? Вот, господа, когда у вас этот вопрос возникнет, значит, вы уже дошли до того момента, когда можно говорить дальше. И еще в конце ролика отвечу на один вопрос, потому что в последнее время как-то вдруг ни с того ни с сего на меня обрушились с упреками, типа, а не создаете ли вы секту, когда вы выдаете вот кучу экспериментов в эфир, информации в эфир и так далее. Смотрите, господа, секта – это коллективное сознание. В секте всегда есть догмы, что правильно, что неправильно и как должно быть. Секта не предоставляет человеку выбора в своей жизни. Там есть выбор, за него уже все выбрали. И секта смещает, любая секта, начиная от действительно секты до государства и этого уровня уже, она смещает человека вовне. Человек кому-то что-то должен. Человек борется с внешним миром. Человек проживает какие-то эмоциональные включения в игру. Секта увлекает в игру, в коллективную игру. Это ее задача. Задача нашего центра – вернуть человека к себе. Понимаете, направления движения разные. Когда человек возвращается к себе и становится цельным, он становится личностью, он становится индивидуальностью, он признает свою индивидуальность. И тогда он выполняет те задачи, с которыми он пришел в эту жизнь. И тогда эта игра будет сыграна не напрасно. До новых встреч, друзья. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok